1 сентября 1957 года. Восстановленная ракета доставлена на старт и подготовлена к пуску. В момент старта от ракеты неожиданно отделились газовые руль. Ракета сошла с подъема на пусковое устройство и, круто повернув в направление директрисы полета, упала в районе стартной позиции. В результате удара от земли произошел взрыв. Для объяснения причины аварии посмотрим на схеме процесс пуска ракеты. Ускорители ракеты развивают тягу, которая не проходит через центр тяжести ракеты. В процессе полета ракеты с ускорителями центр тяжести ракеты меняет свое положение. Сила тяги ускорителей, изображенная на схеме, результирующим вектором, создает момент относительно центра тяжести против часовой стрелки. Этот момент компенсируется соответствующим отклонением газовых рулей, создающий момент обратный по направлению к моменту тяги ускорителей. Если убрать газовые рули, то сила тяги ускорителей повернет ракету в сторону подъемно-пускового устройства. Еще раз убедимся, как произошел в действительности пуск ракеты. Причиной преждевременного сброса газовых рулей явилось ненормальное срабатывание реле сброса газовых рулей в момент расцепки ракеты с подъемно-пусковым устройством. В конструкцию ракеты и ее электросхему были введены изменения, исключающие возможность преждевременного срабатывания реле.